Доброе утро! Доброе утро! Мама громко кричит, чтобы все услышали и поздоровались. Ленина! Тома, не делай так, внизу люди живут. Поздоровайся! Да потом я подойду к ней. Все лохматые, еще прически не делали. Мы позавтракали. И Вася настраивает детям часы. А вот Том, покажи, какой у тебя телефон крутой. Девчонки все время завидуют. Покажи. У нас есть там шаг, сколько мы шагов прошли. У нас есть примеры в школе решать. У нас есть фонарик, у нас есть все. И даже фотографировать. Вот так. И нажимать. И фотки. И можно их отправлять кому-то? Мне, например, да? Ну круто. Как только двойку получишь, фотографируй, маме отправляй. А как я сфотографирую, если только вот так фотографируешь? Ну вот так пофотографируешь и что? Ну если пятерки не отправляй. Я знаю, у вас пятерок будет очень-очень много. Мама, мам, а папа нас еще не всему научит. Ну научит, подождите. Олешенька, тариф мне настраивает. Такая мамка у вас прям вообще. Я вообще не современная. У нас друзья Света с Сашей тоже вообще в интервете ничего не понимают. Меня часто за этого ругают, что я вообще древняя. Ну что сделаешь? Ты тариф ставишь как у тебя? Здесь нет такого тарифа. Это смотри. Ничего себе. Что-то там такое весело. Диван мы раскладывали. Постель свою приносили, потому что у Светы как бы тут нету. И мы свою приносили. Ну я же не буду лазить, искать где-то. Тут папа с Томой спали. Сейчас мы соберем этот диван, потому что мы только позавтракали. Здесь я с Сашей спала. С Сашенькой тут все у нас, тут бардак. Сейчас мы все-все приберем, как у Светы было все чисто. Здесь Женечка одна спала. Она первая заняла и сразу легла спать. Сейчас покажу где. Света звонила, попросила, когда мы будем уходить, выключить свет везде. Здесь спали Дарина с Алиной. Всю ночь ругались, я так поняла. Хоть бы вы сказали, что мама дай нам еще одно покрывало. Мне нормально было. Алина начинала мыть посуду, потом мы ее попросили тариф нам настроить. В итоге посуду моет Дариночка уже второй раз. Я пытаюсь туда выливать. Сейчас, сейчас, сейчас. Алина, всем привет. Света моют яйца и сушат. Мы их тоже помыли. Мусор, который у нас тут будет с собой, мы все уберем. В общем, папа решил мы... А, Дариночка, поздоровалась, умница. Я приняла душ, дети вчера принимали. Я с утра тоже всегда еще раз моюсь. Мы сейчас половину вещей, сколько сможем, посылкой отправим. И уже поедем. Вот, оставаться не будем. Что случилось, Донечка моя? Куда ты ездишь, доча? Скажи мне. Некоторые люди, у нас часы, вот, не смотришься. Тепло пришло. Вчера так холодно было. Ну, мы в Челябинск приехали, было плюс 20, но дождь. А сейчас смотрю, прям, ну, это, температура поднимается. Тепло. Что случилось? А что ты хнычишь? А? Домой. Домой хочешь? Пойдем папе говорить, чтобы он быстренько-быстренько посылки оформлял, и мы поехали. Давай. Я сама делаю. Ну, ты умная, умная. Вот тут наши вещи, которые мы оставляли у Светы, и еще самокаты три. Вот мы их хотим отправить почтой. Все надо будет прибрать, это наши вещи. Нам рюкзак надо было, мы вытаскивали рюкзак. Все, будем собираться? Том, Тома, посмотри на меня, дочечка. Посмотри, какие красивые Женя и Саша, посмотри. Какие у них красивые причесочки. А что с тобой? Дочь моя ненаглядная. Иди, я тебе прическу... О, Санечка, милая, посмотри, что ты наделала. Я вам супер-классно показала. Не делай больше так. Иди сюда прическу сделаю, тоже красивая будешь. Ну, давай, давай. Мама, это листочка. Раз, два, три. Доченька, смотри, сами попозже. Забирайте свои куртки. Тома, Тома, пошли. Мама, дать садим сейчас. Это груша боксерская. Так, доченька, пойдем. Мы все оставили, как было. Единственное, что, конечно, мы полы не помыли. Я собиралась, но некогда. Света, надеюсь, нас простит. На кухне мы тоже все прибрали. Тут темно, правда. Все помыли. Что ты хочешь, пап? А, девчонки, мыли не убрали. Кофты одевайте, да, да. Все, все, мы уходим. Уезжай. Отключили. Газ отключил. Выключим сейчас свет. Воду нам не надо отключать. Что случилось? Вот так, не знаю. Ну, ладно, ладно. Вон, детям показываю, какая статуя интересная. Слоник. Вообще, я заметила по Челябинску много всяких маленьких интересных статуй. Сейчас только что проехали в магазин Юничел. Я помню, Настя как-то купила обувь замшевую там в Юничеле. И неубиваемая прям. Единственное, что потом оно подсохло немножко, стала такая это. А так подошва намертво сидела. Часто грешат обувь тем, что подошва отваливается. А вот в Юничел хорошая обувь. Ну, я знаю, что у нас в Вачинске тоже есть магазин Юничел. Мы как-то туда заходили. Там эти валенки по ту же самую цену, что в других магазинах продают. Ну, знаешь, такие вот вареньки с прорезиненной этой подошвой. Дети уже спят, что уснули. Мы сегодня выехали поздно, в час. Что-то все никак-никак. Дочью, вы себя видите? Да. Вы спойте, вы так красиво пели только что? Нет. Не успела, не успела. Женечка, ну давай ты одна спой. Я тогда не буду вам музыку включить. А мы сами будем петь. Вот, пойте. Лёня и на камеру. Пески люди, пески люди. Я и ты, мужчина. Даренька спела, можно послушать. О! Ты какой. Алина, смотри какие. Смотри какие. Смотри какие. Смотри-ка, ты зрителю одному говоришь, да? Смотри какие. Моя у Томы круче телефон, получила у Томы? Она там уже вороль всякий вставит. Вороль не ставьте, ждет, и потом мы не сможем ничего сделать. Близки. Правда что? Смотрите какие лыжки интересные. Чего? Так у них проводов даже там нет. Для чего они? Это интересно, конечно. А что это с проводами? Не знаю. А нет, они с проводами. Это выкатима. Нина, поздоровайся со всеми. Здравствуйте, всем привет. Да, это одноклассница нашего папы, Васи. Мы у них в гостях, до завтра. И Нина нам пошла показать свое хозяйство. Вернее, свой сад. Посмотрите, какая яблоня. Это как она называет? Семеринка, наверное, да? Нет. Нет? Это или серебряная копытца, или уральская ранняя. Но она не ранняя. Скорее всего, что это серебряная копытца. Мы когда в Челябинске жили, помню, я делала повидло. Вот с такой маленькой. И очень хорошо она в компот идет. Да? Ну, банку я вам дам. Да? О, спасибо. С компотом. Она еще не созрела, получается, да? Ну, вот чуть-чуть вот тут видно, что вот уже зреет. Ну, начинает, но она должна быть, она будет янтарная такая. А как, типа, как прозрачная прям. Да, да, да. Я помню, помню. Ага. Хотя у нас у самих сада не было, но у друзей есть до сих пор. Ой, там грустно. Нынче не яблочный год, нынче мало совсем яблони. А это там, смотрю, другая какая-то яблони. Это большая, ага, яблони. Ну, вот. Я говорю, Нине, говорю, мы были в Украину. Раньше у бабушки когда было, помнишь, у бабы в паре? И яблони, и груши, и грецкий орех. А сейчас все там. Ничего нет. А я думала, вот приедем и будет все вот так вот, как у Нины. Ну, еще созреет все. Вот морковка. Вася тоже хочет встать. Это, смотри, сделано из этого. Слушай, так удобно. Ну, нам тоже надо сделать. И знаешь, никаких вот головняков. Что полоть, что удобрять, что копать. Оно получается, что ты меня-то не снимаешь. Разговариваешь, я снимаю. И горох у нас тоже нам там все засохло. Вот тоже, да. Но вот надо вот так вот сделать. Потому что как начинаешь поливать, оно все льется непонятно куда. А это батун у тебя или лук именно? Как будто как на батун похоже. Нет, это у меня лук параде. Это там белый большой корень такой, да? Это нет. Нет? Нет. Он чуть-чуть подобно его. Ну, вот он с весны. Я его садой высаживаю. И он это самое... И вот он до снега будет стоять вот такие мягкие. Это он в зелень идет, как бы кушать салат, да? Да, для зелени. Ага, и лук он какой большой. Свекла. Ну, немного у тебя посажено, но хватает, да? Ну, как бы знаешь, хватает. Ну, хорошо. Вот и никакого юга не надо. Смотрите, какие яблоки большие. Красота. Дерево вез себе. Он... Заворовый лист и гранат. Гранат везет, ага. А тут Виктория. У тебя нет, а сама гранат не приживется. Вася его там ждал, ждал, покупал. Надо ему... Почему? У него в горшок и дома. А, в горшок и дома. Ну, дом. Вон еще какая-то яблоня. Ну, это поздняя, но нынче нету, видите, яблок. Ничего себе это называется нету. Нету, конечно. Угу. Ты представь, когда вот так все в ветке, и все в яблоках. И все валится, да? И все вот так вот. Ага. Вот тогда яблоки. А сейчас-то? А какие яблони сейчас яблоки, вернее, продают на дороге? Вот мы едем, продают много. Как называют? Такое продают? Скорее всего, что такие же. Вот такие? На, откуси, попробуй, ничего не будет. Сорми и выбери. Какая вкусно-то? Яблоко. Только выбирай такое вот. Вот такое. Ну, светлое было, и та сама. А, сейчас я тебе дам. На. Яблоки не любишь. Ты яблоки не любишь. Надо выбирать. Ну, красота, конечно. И все, закончился, да, сад? Нет, не закончился. А? Пойдем дальше. Что? Ничего себе прям сразу открыто. И никто не ходит. Ворота же закрыты. Это снежные ягоди. Это снежные ягоды цветы. Вишня. Вот эта вот вишня. Это ее детки. Ага. Знаешь, если совсем быть честно, ягоды крупные, вот такие, косточка мелкая. Ну, то есть, если варенье без косточек делать, вообще идеально. И практически каждый год. Вот надо накопать. Да. Мы брали у соседки, да? Войлочная, мелкая-то это? Да, мелкая, и она как с косточки. Да. За шедшую. А это тоже ваше здание? Второй участок. А, тоже ваш, да? Да. Угу. Сниди тот цветок и спроси, что это за цветок. Может кто-нибудь ответит? Я тебе благодарна буду. Ты не знаешь, да? Желтый, я не знаю. Ну, дорогие зрители, кто знает, как называют этот цветок? А этот ты знаешь, да? Это что это? Это я знаю. Угу. А вот этот вот желтый, сказочный цветок. Мне бабка на рынке дала одну тычинку. Угу. И вот так вот вырос нынче, что ли? Ты видишь? Да, шапкой. Красота. Синий тот. И найти бабку-то эту не могу. Узнать, да? Ну, вот, что хорошо. У меня, например, как они популярны, это цветы. Типа такого. Пап, как они называются? Перерастают все время. Не могу сказать. Не могу сказать. И тут какие яблони. Сколько? А тут еще вишня даже есть у вас? О, а можно набрать детям? Ой, да пожалуйста. Папа, наберешь. Наберем вместе с Аленкой. Красота. Дети поедят. Поможем ее собрать. Угу. Не кошено, стыдно, конечно. Все заросло. А почему на тех вишнях нету, а тут есть там обобрало уже? Там обобрало, а тут руки не доходят. Угу. Я помню, в Челябинске было столько. Я тоже посадил вас на теплице, если растет они. Ну да. В Челябинске было у нас столько вишни. Ну, друзья давали. Так я варенье варила, и вот этот вот компот, который вот жидкое, потом полторашки сливала, и вот так вот ставила. Ну, потому что он жидкий получался. Да, 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 сироп. Я всегда делаю так. Ну, очень удобно. У меня очень, сноха любит. Мороженое с сиропом. Во-во-во-во. Кворог с сиропом. Оладушки. Я так вот делала, ага. А это что за яблоню? Сорт я не знаю. Они будут красные, вот такие яркие. И тоже янтарные, как эта серебряная копытца. Малина тут плохая. Ну, зато много ее. А это что это такое? Красная смородина. Хотите, я вам соберу. Повезете с собой? Не, мы ее не довезем. Она нежная. Ну. Угу. Ну, ребята, компот я не сделала. Я бы вам компотом отдала. Я делаю, у меня есть, делаю черную смородину и красную. У меня красной мало. И всегда напополам делаю. Дети очень любят, когда напополам. Не просто чисто смородина, а когда оба. У нас ломали недавно. А это что? Слива. Молодая, да, еще? А это тоже слива, да? Это тоже слива, но нынче сливы нет. Нынче все, когда цвело, были дожди, и никто ничего не летал. А дожди были, ливни, вообще не останавливает. О, забыла название, петуньи. Петуньи. У меня петуньи такие какие-то огромные стебли, некрасивые. А тут ничего, видишь, как и... Прищипываешь, наверное, да? Нет. Солнышком, больше солнечком. Может быть, да. Нет. Какие-то снохажные растения были, и она ими не занимается. Угу. Вот с одной партии посажены петуньи. Эти вот всего какие стоят, а эти нормальные. Угу. Вот красивые сухоцветы. Нина говорит, у них земля тут, а сад стоит прямо на камне. Лестницу снимай. И отвес весь этот, видно, что отвал. Ага, да. Не мысли сделано. Нинь. Девчонок надо. И все равно все растет. Красота. Жимолость. Пожимолость. У нас же самое первое бывает. Угу. Все равно садишь. А из крыжовника что делаешь? Варенье? Из крыжовника? Угу. Да ничего. Так седаете. Замораживают сколько поедят. Потом таскается, таскается и компот. Ааа. Ну хорошо. Видишь, чтобы сахара меньше было, я варю компоты. Ну, ну, ну. О, в цветах все. Квомбочки. Вот смотри, я тебе показывала камни. Да, вот видите, как плиты прям. Ничего с ними не сделаешь. Поэтому-то так. А землю, наверное, привозная, да, вся? Вся, насыпана вся привозная. Ну, вот я тоже думаю, что земля привозная. Угу. Раз на камне сад стоит. Еще год недавно бы были нормальные. Че почернели все? Вот такой сад у Нины. Угу. Красота. Угу.